Христос воскрес, братья и сестры! Христос воскрес! Христос воскрес! Занимайте ваши места! Мы будем сегодня размышлять в конце нашего собрания, в конце этого воскресного дня над причиной воскресения, почему Иисус Христос воскрес. И одна из причин, она записана в Колоссянам, вторая глава, я буду читать со второго стиха. Он воскрес, и уже мы видим, для познания тайны Бога и Отца, и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И по этой причине тоже Иисус Христос воскрес. И мы сегодня тезисно так вкратце посмотрим на некоторые моменты, которые записаны в Евангелии, для того, чтобы они давали нам понятное размышление или понятную пищу для размышления, почему Иисус Христос воскрес. Ясно, что воскресение Иисуса Христа, оно нужно в первую очередь для человека, но также и для Бога Отца, потому что Бог Отец не мог позволить, чтобы Сын Его оставался во гробе. Потому что таким образом не исполнялись бы те пророчества, которые записаны в Писании, когда пророки говорили о воскресшем Христе, когда пророки превозвещали славу Христову, потому что действительно без этого невозможно было исполнение всех пророчеств и исполнение того плана, божественного плана, который сотворил или сделал Господь Отец Небесный. Но еще есть бенефит, скажем так, для человека. И потому что, только потому что Он воскрес, мы имеем вот эти великие обетования. Первое, это записано в послании Петра, мы будем читать с первой главы, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Возрождение человека – один из тех принципов и тех моментов, почему должно было произойти воскресение, почему оно имеет такое великое отражение в жизни человека, любого человека, который придет к Иисусу Христу. Потому что Он возродит. Воскресение Иисуса Христа тогда только возродит человека к упованию живому. Если мы будем размышлять над первым посланием Петра, мы увидим, что это послание надежды, послание упования, послание увещевания и обличения. Все это сконцентрировано в этих нескольких главах первого послания Петра. Второе послание Петра тоже говорит об этом. Посмотрите, сколько надежды написано в этом послании. 13 стих той же главы. «Посему возлюбленные, проясав, чрезла ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Совершенно имейте надежду. Здесь использовано даже слово такое «чаяние». Когда мы слышим об этом, что люди чают о чем-то или возлагают большую надежду, и только в этой надежде, только в этом действии они находят упование. Вот вспомните Симеона. Он чаял, он желал, он хотел увидеть Иисуса Христа. И он уже хотел, как апостол Павел говорит, «хочу разрешиться пребывать со Христом, но оставаться здесь нужнее для вас». Такое же отношение, я думаю, что было и у Симеона. Он уже хотел быть вместе с Богом, но Господь ему сказал и открыл, что «ты не умрешь, пока не увидишь Христа». И он ожидал, он всей своей сущностью хотел увидеть Иисуса Христа, потому что это была в Иисусе Христе вся концентрация вселенной. На этом одном Бога-человеке вся концентрация. От Него и после Него. И только им. Не зря апостол Павел сказал, «мы им живем». Движемся и существуем. Вот такая концентрация только внимания на одном человеке, на одном Бога-человеке, на Иисусе Христе. В этом есть благословение всего человечества. И тоже по этой причине Господь Иисус Христос воскресил Своего Сына, чтобы мы все вместе имели эту надежду, чтобы мы все вместе имели это упование. Второе, написано 1 Петра, 3 глава, 21 стих, тоже так написано, «Так и ныне, и так и нас ныне, подобно ему, сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Еще воскресение Иисуса Христа нужно для спасения, для спасения той души, которая придет к Иисусу, которая откроется Ему во всех своих проблемах и в том, что она несостоятельна перед Ним, что ихние дела, дела этой души, они не правы перед Богом, это мы называем покаянием. И тогда Господь обращается к этому человеку, обращается к этой души и дает ему спасение. И спасение через крещение. Иисус Христос, когда Он возносился от земли, Он дает повеление своим ученикам, и Он говорит, «Идите, проповедуйте Евангелие». Что такое Евангелие? Благая весть. Какая благая весть? В чем она заключается для человека? Благая весть для человека заключается в том, что Иисус Христос пострадал и воскрес. Вспомните, написано в Деянии, 19 глава, там написаны такие слова, случай, который случился с апостолом Павлом. 19 глава с 1 стиха. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, придя в верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть грядущего после Иоанна, то есть во Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Крещение без воскресения, чему оно подобно, чему мы уподобим. Это можно уподобить сотворению человека, когда Господь, Бог, в Своем Совете решил сотворить человека. Они сотворили человека из праха земного. Но вот до того действия, пока Господь не вдунул в человека дух, этот человек был просто телом. Это был еще одно из творений Господа, но не полных творений. Поэтому если и проповедуется о крещении без воскресения, без Духа Святого, это подобно вот этому телу, которое лежит бездыханное на земле. И оно не имеет никакого спасения. Как уже сказано было, что это проповедано в прощении грехов. Чтобы люди осознали свою греховность, чтобы люди поняли, что они действительно неправы перед Богом, что они несостоятельны перед Богом, они ничего не могут предложить Богу для того, чтобы искупить свои грехи. И таким образом нужно воскресение. По этой причине нужно было воскресение именно для человека, чтобы мы получили спасение. Потому что только крещение спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, в Которому покорились и ангелы, и власти, и силы. Действительно, Иисусу Христу покорили все за исключением человека, за исключением определенных людей. Слава Господу, что Господь, постучав в наше сердце, дал нам возможность смириться и покориться Господу Иисусу Христу. Но это еще продолжается. Здесь непокорность людей, непокорность людей, как говорят, зашкаливает, и Господь имеет большое терпение по отношению к человеку. Действительно, это огромное долготерпение, но, как поется в одном псалме, молодежь поет, все однажды здесь пройдет, даже милость Божия. Можно сказать, к сожалению, да, к сожалению для некоторых, может быть, к счастью, да, к счастью нам, которые мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Написано, когда вы увидите все сбывающееся, вот это давление тьмы на человека, на христианство, на церковь, восклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Написано, в каком состоянии ты, друг, перед Богом? В каком состоянии мы, как церковь, перед Богом? Поднимаем ли мы головы к Господу и говорим, Господи, ей гради, Господи Иисусе, или все-таки, Господи, дай нам пожить? Хорошо, у меня здесь все сейчас выровнялось, у меня здесь все сейчас хорошо, дай, Господи, пожить, но если для определенных людей может и есть благословение какое-то в жизни, то для большинства люди страждуст, страдают, переживают, они хотят увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа. Какие еще обетования дает нам воскресение Иисуса Христа? Филиппийцам 3 глава 10 стих записаны такие слова. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его. Воскресение дано нам, чтобы мы познали Иисуса Христа, чтобы мы познали Бога, и не только познали, но чтобы мы приняли участие. Давайте прочитаем весь этот текст, о чем говорит апостол Павел, 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, на тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или его совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Псалом, вы помните, нам жизнь дана не для земных страданий и не для служения царству суеты. Поистине, братья и сестры, нам жизнь дана для того, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы стремились к совершенству, и эталон совершенства нам дан. Как это ни странно, он абсолютно досконально описан в Священном Писании. Вы не можете найти никаких изъянов, чтобы сказать, ну это для меня не полностью открыто, я это не полностью понимаю, я это не полностью сознаю, для меня это какая-то как туман, как пелена перед глазами. Об этом тоже говорит апостол Павел, знаменитая глава о любви, 1 Коринфянам, 13 стиха, что мы видим, как тусклое стекло гадательно, но опять же гадательно каждый смотрит по мере зрения, которое Господь ему дал. Смотрите, дальше в этом же послании говорится, стремлюсь в цели к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, 15 стих, итак, кто из вас совершенно так должен мыслить, если же вы иначе мыслите, то есть, если мы видим, как тусклое стекло гадательно, или у нас не все понятно, то и это Бог вам откроет, говорит апостол Павел, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, по тому правилу и жить, говорит апостол Павел, подражайте братьям мне и посмотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете в нас. Апостол Павел поставил стандарт, он поставил стандарт, установил стандарт следования за Иисусом Христом, несмотря ни на лица, несмотря ни на власти, несмотря ни на кого, ни родных по плоти, ни на дальних, близких, на большие начальства, на кесарей, на облеченных властью, он на это все не смотрел. Он сказал, все почитаю за ссор. У него не было никакого преткновения сказать апостолу Петру, что ты неправильно поступаешь, когда апостол Петр стал тем, который дает повод соблазниться братьям. И даже Варнава, как написано, говорит апостол Павел, был увлечен этим лицемерием. Но апостолу Павлу не было дела до этого. Он смотрел и взирал только на Господа Иисуса Христа. Он не смотрел, что это Петр, который сказал, братья, вы же знаете, что мне первому позволено было проповедовать язычникам, когда он направдывался перед иудеями, перед братьями евреями, когда он пришел от Корнилия, он говорил это с радостью, с важностью. Но Павел на это не смотрел. Он говорил Петру, что ты неправильно поступаешь. И Петр потом говорит в своем послании, что слушайте апостола Павла. В его посланиях кажется что-то неудоборазумительное, но вы слушайте и вы поймете. Поэтому воскресение Иисуса Христа дает нам силу познать Его и силу воскресения. Сила воскресения работает. И сила воскресения работает и будет работать в твоей жизни, если ты никогда не обращался к Господу Иисусу Христу. Еще один момент, который записан в послании римлянам. Апостол Павел говорит такие слова, 6 глава, 5 стих. Римлянам, 6 глава, 5 стих. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. То есть все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, написано. Мы соединены подобием смерти. Когда происходит хлебопреломление, когда происходит Евхаристия, когда мы участвуем в этой заповеди Господней, которую Господь оставил на все времена, и написано, что эта Пасха совершится и в Царстве Небесном. То есть этот образ имеет обетование и здесь на земле, и в Христе, или хлебопреломление. Оно будет совершено и на небе, опираясь, мы так рассуждаем, опираясь на слова Иисуса Христа. Он сказал, что мы совершим, я не буду участвовать, не буду петь от плода сего виноградного, пока Пасха не совершится в Царстве Небесном. Можно по-разному это трактовать, но мы все равно соединены смертьем Иисуса Христа. Все те, которые подчинили свою жизнь и свою волю, воле Господа, мы соединены. И таким же образом мы должны быть соединены воскресением Иисуса Христа. Потому что если смерть Господня дала нам надежду на прощение грехов, то воскресение Иисуса Христа дает нам надежду на вечную жизнь. Написано 7 стих в этом послании, 6 глава. «Ибо умерший освободился от греха». Освобождение греха мы получаем от того, когда мы приходим к Господу и просим у Него прощения. Мы распинаем свое тело вместе с Иисусом Христом. Мы умираем вместе с Ним. Но дальше следует надежда. Мы имеем соединение посредством воскресения Христа. Смотрите 9 стих. 8. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет на Ним власти. И что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, так живет для Бога. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Огромное обетование. Живу ли я с Иисусом Христом? Имели ли я эту твердую уверенность, что я действительно Божий, слуга Божьего Дитя? Можно, как было уже проповедано, совершать служение не потому, что я хочу этого делать или потому, что я люблю это делать. Можно совершать служение, потому что я должен это делать. Помните, опять же, апостол Петр говорит о пастырях, как мы, люди, должны относиться к пастырям, чтобы они совершали свое служение как? Не воздыхая, «О Господи, опять этот народ! О Господи, опять мне они так делают! О Господи, они опять это говорят!» Нет. Петр предлагает другую альтернативу служения, другую альтернативу отношения пастырей и народа, народа и пастырей, чтобы это они делали радостно, с восклоненной головой. И благодаря Господа, и молясь о церкви, молясь о братьях и сестрах, молясь о том стаде, которую Господь вручил им для того, чтобы они вели этот народ в Царство Небесное, чтобы действительно показывали Иисуса Христа. И таким образом, когда у нас будет это единение, которое мы читаем во всех этих посланиях, когда у нас будет принцип и понимание, для чего и почему Иисус Христос воскрес, это, как мы говорили, о возрождении, о спасении, о познании, о соединении, и таким образом ни один не погибнет, и таким образом все мы достигнем Небесного Царства. Благослови всех нас Господь, чтобы Господь давал нам, каждому из нас, мудрость понимать Слово Божье, мудрость следовать за Словом Божьим, мудрость подчиняться Слову Божьему. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Помолимся.